А весной 2019 года, в связи с наступлением Колчака, я вновь по партийной мобилизации с имбирским губкомом ушел на фронт. На этот раз ушел рядовым политбойцом сформированного здесь в Симбирске 312-го стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии. И тут, за несколько часов до вступления полка в бой, мне довелось, товарищи, впервые услышать голос, живое слово Ильича, но, правда, не непосредственно, а в гранафонной записи. На этот раз получилось так, как будто бы к нам приехал Ленин и лично, по-отечески, напутствовал нас в бой, в смертельный бой с врагом. Это произошло таким образом. Наша дивизия, пред наступлением Колчака, Саотошес в районе, восточнее Меликеса, район деревни Кошки. И вот, однажды как-то в одной из деревень, к вечеру, мы остановились, отдохнули. Вдруг слышим, где-то невдалеке раздалась граммофонная музыка. Мы с товарищем узнали от родного писаря, что среди пластинок есть пластинки с записью Владимира Ильича Ленина. Мы попросили пропустить их. К нашей просьбе живо присоединились и все собравшиеся. «Ленин! Ленин! Ленин!» говорит. Все притихли, стоявшие поодаль, подошли поближе к граммофону. Так, в никем не нарушаемой тишине, с серьезным соточенным вниманием, одну за другой, мы прослушали следующие речи Ленина. Что такое советская власть, обращение Красной Армии, о крестьянных средняках. Когда все кончилось, со всех сторон раздались восторженные восклицания. Вот здорово! Вот какой он, Ленин! Все знает, ничего от народа не таит и верит в него. Так мне довелось слышать живую речь Ленина.